Туристическая отрасль в Азербайджане развивается с каждым днём и входит в число наиболее перспективных секторов в экономике. В последние годы в стране заметно возрос интерес к зимнему туризму. Строительство горнолыжных курортов в Шахдак и Туфандак в Гусарском и Габалинском районах Азербайджана предоставило прекрасную возможность для развития этого вида туризма. На днях в Шахдакском зимнелетнем туристическом комплексе обсудили потенциал индустрии и планы на открывшийся зимний туристический сезон. Мы ожидаем в этом году 20% рост и в следующем году, в этом зимнем сезоне 20% рост туристов. Со всех стран мы в основном работаем на евразийском континенте, то есть это Европа, Азия, Ближний Восток и Турция. Очень повышенный интерес мы уже который год наблюдаем из стран Ближнего Востока. Больше всего приезжают россияне, граждане России, наши друзья из Центральной Азии. Мы считаем, что в следующем году, то есть в январе-феврале, мы уже ощутимо почувствуем рост туристов в Азербайджане именно в зимние периоды. Шахдак – современный туристический комплекс, отвечающий всем европейским стандартам. Он находится в четырех часах езды от Баку и расположен на одноименной горе высотой 4243 метра над уровнем моря. Стоящая перед туристическим центром задача – это достижение положительной динамики в приеме местных и иностранных посетителей, повышение удовлетворенности клиентов и продвижение Шахдака как круглогодичного туристического направления. В целом, если говорить о зимнем туризме в Азербайджане, то, естественно, иностранных туристов больше всего привлекают горнолыжные курорты. То есть это катание на лыжах, это на сноубордах, это зимний отдых в целом. Что касается Шахдака, я бы хотел вам рассказать про новшества, которые мы с этого года начинаем. В первую очередь с гордостью хочу отметить, что с 2024 года на территории Шахдака будет специальная трасса, которая подготовлена для проведения международных соревнований. Комплекс предлагает широкий спектр возможностей как любителям, так и профессионалам, желающим заняться горными лыжами и другими зимними видами спорта в Азербайджане. Он оснащен кресельными подъемниками. Здесь есть прокат лыжного и сноубордического снаряжения, диплайн, прокат квадроциклов и многое другое. Доступные зимние виды спорта включают катание на лыжах, снегоходах, санках, тюбингах и зимний парк для детей. На курорте также есть медицинский центр, лыжная школа, просторная парковка и новая платформа канатной дороги, которая позволяет лыжникам начать спуск с высоты 2350 метров над уровнем моря. Отличный курорт. Учитывая то, что этот курорт уже функционирует с 2013 года, насколько я знаю, все больше и больше туристов посещают этот прекрасный уголок Азербайджана. И это способствует развитию горнолыжного туризма. И учитывая то, что пандемия уже сошла на нет, число туристов растет. И мы ожидаем, что в следующем году будет еще больше туристов. Здесь очень хорошо, так что я наслаждаюсь отдыхом. Мои близкие также очень довольны, поэтому мы и приехали сюда. Погода очень хорошая, каждый должен приехать сюда хотя бы раз в жизни. Зимние туристические направления в Азербайджане часто выбирают гости из стран СНГ, Ближнего Востока и Центральной Азии. По мнению посетителей, наличие современной инфраструктуры и разнообразие зимних развлечений делает жадак привлекательным местом при планировании отдыха. Я просто в восторге. Совершенно случайно я попала так, что как раз сегодня открытие зимнего сезона. Сегодня очень много приехало блогеров, журналистов. Ощущается атмосфера праздника. Плюс я уже не первый год здесь отдыхаю. Я заметила, здесь больше стало локаций, где можно отдохнуть, выпить чай, кофе, перекусить, послушать хорошую музыку. То есть можно совместить и спортивные активити, и вот такой вот отдых, релакс. Зимние курорты Азербайджана постоянно развивают спектр предлагаемых услуг, добавляя новые интересные возможности для отдыхающих. Особое внимание уделяется усилению менеджмента этих курортов. Так, для управления отелями и центрами привлекаются высококвалифицированные специалисты. Эксперты указывают, что в Азербайджане есть большой потенциал для дальнейшего развития зимних видов туризма. Продолжение следует...